Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, и вы на канале Битрайда. Сегодня буду баловать вас контентом. Поговорим сегодня вот об этих перчатках, которые были куплены мной на Алиэкспрессе. Это якобы мото-перчатки, зимние якобы, водонепроницаемые, скажем так. Ну вот для сравнения, у меня мои нормальные перчатки, которые я пользуюсь почти каждый раз, это вот такие, то есть это качественный натуральный продукт, так скажем. Ну давайте мы сначала обозрим вот это подобие перчаток, то есть мото-перчатками это говно, конечно, назвать вообще никак нельзя. Стоили они 15 евро. Я их взял почему? Ну думаю, что вот так, если куда-то ехать и где-то застанет дождь, ну как запасные перчатки, чтобы, допустим, основные не мочить, то есть, ну буквально там, чтобы вот под дождиком проехать и все. То есть вот это единственное, почему я их взял. В плане защиты этих перчаток, ребята, вообще никакой. Тут вот просто так, якобы, видите, да, надеюсь вам видно, тут белыми нитками так прошито, типа, я не знаю, что это должно напоминать. Но по толщине они в этом месте, ну они вообще тоненькие. И это даже не кожа, это какая-то мягкая ткань, очень мягкая ткань. Ай, в плане защиты костяшек, ну вот здесь какая-то такая резиновая вставочка. Вот я сейчас надавил так на нее, там что-то даже хрустнуло слегка. Пальцы это тоже тут резинки вообще. Ну в общем говнище полное, я покупать и не рекомендую. Наверное, я все-таки попозже возьму себе нормальные перчатки, чтобы водонепроницаемые, с максимальной защитой, все-таки лучше инвестирую. Ну, мне хотелось посмотреть, что же мне пришлют с Алиэкспресса. Конечно, если вот так их одеть на руку, да, то вроде как они выглядят как мотоперчатки. Но максимум, что в них делать можно, это кататься на лыжах. То есть вот как лыжные перчатки их использовать можно, но ни в коем случае как мотоперчатки. В плане воды я их испытывал под краном, да, то есть я одевал перчатку, мочил их под краном водой какое-то время, ну вроде бы не промокают. Опять же вопрос, ребята, как долго они будут не промокать? В принципе, если их сейчас обработать, да вообще любые перчатки, даже вот эти, теоретически, обработать этим импрегнирующим спреем, они тоже будут не промокать какое-то время, но рано или поздно это кончится, и они пропустят воду. Поэтому, вот, да, посмотрите, да, это как бы якобы зимние перчатки. То есть нормальные зимние перчатки, они реально толстые, и когда одеваешь, они реально немножко неудобные такие, ну они массивные. А эти, вот это, давайте сравним, вот это летнее, оригинальное, да, настоящее, то есть от FLM, и вот это говныще. Сразу видно, что вот это тоненькое, она, вот это зимнее, она тоньше, чем вот это летнее. То есть давайте вот я вам сейчас покажу летнее, да, вот она сидит, обтягивает кожу. Здесь кожа, вот, блядь, здесь пластмассовые вставки, то есть если даже придется скользить, скользить, так скажем, по асфальту, то есть какой-то шанс, что они спасут. Здесь, смотрите, какой обтекатель, то есть ты даже когда едешь, это, скажем, сопротивление, воздух будет отсекать, то есть не будет тебе задувать под экип. Вот эта фишка очень удобна. Поэтому, ну это небо и земля, да, сравнить качество. Оно даже по ощущениям, это вот как обычные зимние перчатки, выйти на улицу, там, снежки покидать, или там, на лыжах покататься. Не более. Честно, даже 15 баксов, ну, я евро платил, да, почти баксы. Жалко за это говно. Просто сейчас реально на них смотрю, и, ну, на скутере по городу, может быть, еще я их одену, так скажем. Но езехать куда-то посерьезки в них я бы не стал. Так что, ребята, не покупайте вещи на Алиэкспрессе, особенно мотоэкип, который должен вам будет спасти, в принципе, жизнь в перспективе. Поэтому обманете только сами себя. Вы внешне будете вроде как крутой байкер, но действительно, вы только сами себя обманете. Больше никого. Защиты никакой. Поэтому, ребята, вот такие вот дела. Я надеюсь, вам видос понравился. Если понравился, ставьте лайк. Если не понравился, ставьте дизлайки. Это тоже помогает продвижению канала в той же степени, как и лайки. Поэтому, в принципе, без разницы, что вы там будете ставить. Также, ребята, кто не подписался еще на канал, можете, естественно, подписаться. Но, опять же, это дело добровольное. Я никого не заставляю. Если вам интересно, подпишитесь. Если нет, ну, значит, нет. На нет и суда нет. Вот такие вот дела, ребята. Не буду отнимать у вас больше времени сегодня. Хотел вот просто показать вам вот это дерьмо и сказать, что вы это не покупали. Поэтому даже ссылок никаких не буду постить в описании. Просто вас предостерег. Но это реальная порнография. Да. То есть... Ладно, ребята. Все. Всем счастливо. Всем пока. Ну, а с вами был я, Вилли, на канале Битрайдер. Увидимся. До новых встреч.